Здравствуйте! Это Высшая школа. Наша программа рассказывает о лучших вузах города. И сегодня мы приглашаем вас продолжить знакомство с Нижегородским государственным лингвистическим университетом имени Добролюбова. НГЛУ является одним из трех лингвистических вузов России. На базе этого университета в регионе осуществляется несколько уникальных образовательных проектов. Старейшему из них уже около 20 лет. Это совместный проект с университетом Лобачевского, российско-французский университет, в котором также участвует еще и университет Гренобля, где студенты получают образование в области перевода-перевода ведения по французскому и английскому языкам, а также получают специальность либо экономиста, либо юриста. Особое достижение вуза 2013 года – новые направления подготовки зарубежные регионы ведения. Студенты этой специальности изучают в качестве первого иностранного языка китайский, а в качестве второго – английский. Кроме этого, в обязательную программу обучения входят экономика, география и политика Китая. Также, по своему желанию, студенты могут выбрать дополнительные языки. Напомним, что в лингвистическом университете их 10. Погружение в языковую среду – один из важнейших шагов на пути студента-лингвиста. Именно поэтому лингвистический университет активно сотрудничает с различными зарубежными вузами. В их число входит и Мюнхенский институт иностранных языков и переводчиков. Алексей был одним из первых нижегородских студентов, прошедших в нем стажировку. У меня каждый день была практика языка, когда окружен этой средой, где все говорят по-немецки, гораздо лучше становится знание языка. Но студенты могут соприкоснуться с аутентичным немецким языком и не покидая пределов университета. Некоторые занятия на факультете ведут преподаватели из Германии. Я по-другому веду свои занятия. Как мы в Германии, это самые прошли обучение, и как мы учились в университете, это, конечно, другая образовательная система. И мне кажется, им тоже очень интересно и важно это знать. Практически все занятия в лингвистическом университете не выглядят как классические лекции. Так, например, уроки по синхронному переводу проходят в аудитории, имитирующей реальные условия работы. Студент находится в специальной кабине в наушниках, в которой транслируется речь докладчика. Ее будущий переводчик должен в режиме реального времени переводить с одного языка на другой. Синхронные переводчики работают в паре, каждый примерно 20 минут без перерыва. Синхронист должен очень хорошо знать язык, вернее, два, лучи три, должен знать предмет, не один. Как правило, синхронисты работают в разных областях, должен очень быстро соображать, уметь быстро перестроиться. Помимо этих требований, любому переводчику необходимо глубоко знать специфику страны, ведь культура и язык неразделимы. Нам преподают культуру и историю страны, изучаем мы языка. Плюс мы постоянно следим за политикой, изучаем технику, экономику, и я знаю, что потом я смогу выбрать такую работу, которая мне будет по душе. Изучать немецкий язык в качестве первого иностранного студенты могут на факультете романа германских языков, на переводческом факультете и на факультете международных отношений. А более подробную информацию о специальностях с первым немецким языком вы можете найти на сайте НГЛУ. Интерес к Италии у россиян традиционно высок. На сегодняшний день многие студенты лингвистического университета выбрали итальянский язык в качестве второго иностранного. Как и в других культурно-образовательных центрах НГЛУ, здесь есть своя библиотека. В фонде библиотеки Итальянского культурного центра, помимо научной и художественной литературы на итальянском языке, представлена и периодическая печать, центральные газеты и журналы. Это помогает студентам быть в курсе современной жизни итальянцев, следить за экономическими, политическими и социальными изменениями в стране, что важно для изучения языка и последующей работы с ним. Кстати, немало выпускников НГЛУ трудоустраиваются переводчиками именно итальянского языка. Изучать итальянский язык в качестве второго иностранного могут студенты переводческого факультета, факультета английского языка и факультета международных отношений. Страны Восточной Европы в последнее время представляют все больший интерес для Нижегородской области. В связи с этим появляется и запрос на переводчиков. В прошлом году у нас был открыт Центр славянских языков и культур. И с этого года мы начали преподавание польского языка. В самое ближайшее время планируется преподавание сербского и чешского. Занятие по польскому языку ведет преподаватель из Польши. Юстына Пакас получила филологическое образование в старейшем в Европе Егелонском университете. Она отмечает, что ее родной язык у русских не вызывает больших затруднений. Нет, это несложно, потому что студенты очень хотят изучать польский язык, а также польский язык очень похож на русский. Лучшие студенты, благодаря финансовой поддержке правительства Польши, летом смогут поехать на бесплатную стажировку в эту страну. Японский язык в НГЛО преподают уже более 20 лет. Сейчас здесь успешно работает национальный ресурсный центр, куда приезжают преподаватели из Японии. Для студентов НГЛО у нас есть дополнительная возможность изучать японский язык бесплатно. Курс длится три семестра. По окончанию не получают зачет, который потом переходит в диплом. И если у них будет желание продолжать, они продолжают уже на платных курсах. Серьезную поддержку центру НГЛО оказывает Японский культурный центр в Нижнем Новгороде. В тесном сотрудничестве идет совместная работа по поиску спонсоров для студенческих мероприятий. Выпускники лингвистического университета преподают на языковых курсах в Японском культурном центре. Возможность познакомиться с культурой и языком Турции дает еще один образовательный центр лингвистического университета. Руководит им и ведет занятие Айфер Кара. За четыре года работы в Нижнем Новгороде она успела искренне полюбить своих студентов. Они очень умные, интеллигентные и они очень хорошие студенты. Быстро они ловят язык. В немалой степени успех у студентов способствует и наличие в центре самого богатого в городе собрания литературы на турецком языке и аудио-видеозаписей о Турции. Выбрать турецкий язык в качестве дополнительного иностранного языка могут студенты любого факультета университета имени Добролюбова. Добро пожаловать в лингвистический университет. Преподают в НГЛУ и русский язык как иностранный. В университете успешно действуют различные образовательные программы для студентов из разных стран Америки, Австрии, Германии, Франции, Китая. Это может быть включенное обучение. Например, по договору с Ичанским университетом иностранных языков наши преподаватели сначала год работают в Китае, а потом эти студенты приезжают в условия языковой среды и продолжают изучать русский язык и культуру в течение года. Также студенты из других стран могут выбрать занятия в течение одного или нескольких семестров в группе с русскими студентами или с другими иностранцами. Я выбрал именно этот университет, потому что я хотел жить в большом городе, не очень далеко от центра России, но все равно не в столице и не в Санкт-Петербурге, где, по-моему, слишком много иностранцев, чтобы эффективно учить русский язык. В этом году смешанная группа состоит из молодых людей, приехавших из десяти стран. Важно отметить, что и иностранные, и русские студенты в лингвистическом университете изучают не только языки. Начиная с 90-х годов мы выпускаем не только преподавателей иностранных языков и переводчиков, но и специалистов в разных областях, например, журналистов, специалистов по международным отношениям, специалистов по связям с общественностью и рекламе, менеджеров. И уникальность именно получения этих профессий в лингвистическом вузе состоит в том, что они получают не только хорошее образование в своей сфере, но и образование с двумя и даже более иностранными языками в профессиональной сфере. Студенты нелингвистических специальностей, как и лингвисты, могут проходить обучение за рубежом, например, как будущие экономисты в Нидерландах. В прошлом семестре мы обучались в Нидерландах, город Бридам, университет аванс в направлении Finance and Control. Все эти знания, полученные в лингвистическом университете, как по языку, так и по экономическим наукам, очень помогли нам в Голландии. Будущие дипломаты имеют возможность стажироваться в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, причем как на родине, так и в других странах. Для этого нужно сначала хорошо показать себя и зарекомендовать представительственник. Дальше, по рекомендации сотрудников, ты можешь пройти уже в главном органе в Москве, в Министерстве иностранных дел и дальше. Особенно студенты старших курсов имеют такую возможность пройти практику за рубежом. В Нижегородском государственном лингвистическом университете со вниманием относятся не только к студентам и абитуриентам. Двери НГЛО открыты для всех нижегородцев. Если вы хотите освоить английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский, японский, польский или турецкий язык, то для вас в университете постоянно работают специальные курсы. Наше знакомство с Нижегородским государственным лингвистическим университетом имени Добролюбова, к сожалению, подошло к концу. Это высшая школа, спасибо, что были с нами. И до встречи уже в другом вузе Нижнего Новгорода. Субтитры подогнал «Симон»!